Пряжа, рамка для ткани, тафтинговый пистолет, проектор, мастерскую по изготовлению ковров Евгений Тимохович обустроил дома. Раньше рисовал и делал эскизы для татуировок. Новым направлением увлекся недавно, два месяца назад. Тоже к этому искал подход, думал, где найти материал, искал это везде. Сначала одну, допустим, машинку, если нашел, то мне уже задавал вопрос другой, где найти, допустим, ткань, пряжу нужную, где найти, как сделать эту рамку, на которую натягивается определенная ткань, в которую вшивается вот эта пряжа. Цветы персонажа из мультфильмов и даже собственный портрет, будущий эскиз для ковра, основа хлопчатобумажная ткань, сетка, которую мастер натягивает на специальную раму, переводит рисунок и дальше в ход идет тафтинговый пистолет. Здесь кнопка включения и сама клопка подачи, получается, пряжи. Это сам процесс. То есть мы нажимаем на курок, можно так сказать, потому что это пистолет. И начинаем работать. Сюда заправляется нить для того, чтобы она не запуталась. Процесс достаточно кропотливый, признается мастер. После того, как все элементы заполнены цветом, ковер надо еще проклеить. На каждую работу уходит от 6 до 20 часов. Сам процесс мне нравится, да. И уже в конце, когда он просто лежит идеально ровный, идеально все, как бы мягкий, ты уже просто сам довольствуешься и смотришь на работу, и приносит удовольствие какое-то свое. Необычные ковры привлекают внимание, дарят тепло и радуют глаз. Кроме того, декоративные изделия отлично впишутся в интерьер дома. Мария Шматкова, Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова